Всем привет! Это прямая трансляция со дня рождения Человека-паука. Оставайтесь с нами, будет весело. Я уже здесь. Дайте пройти к моему мужу. Минутку тишины. С днём рождения тебя! Что? Человек-паук? Разойдитесь! Где пульс? О, нет! Я думаю, что ему плохо. Алло, скорая? Срочно приезжайте. Посмотрим. Здесь у нас всё плохо. Доктор Дрейк Раморе, скажите, он будет жить? О, нет. Что же делать? Выздоравливай, паучок. Мы тебя любим. Дэди Лонг Лэкса не проведёшь. Э? Что? Я с этим разберусь. Ха-ха-ха. Балерина. Прошу прощения, не тот костюм. Детектив Лонг Лэкс раскроет это преступление. Вы все под подозрением. Кто из вас отравил паучка? Я знаю. Это сделал один из вас. Мне нужно пополнить свою энергию. О, кусочек сладкого торта-то мне не повредит. Сладкое помогает успокоиться. Нет. Что он делает? Нельзя есть улики. А это улика номер один. Если торт отравлен, то на месте преступления должна остаться ещё одна улика. Баллончик с отравой для пауков. Единственный в своём роде. А на нём шерсть убийцы. Следствие выявило, что преступник ты ханил. Шерстяной и синий. Прямиком на скамью подсудимых. Именем закона и этого парика суд просит предоставить доказательства. Без проблем. Вот как всё было. Тогда паучок начал бить пиньяту. Этот шерстяной подозреваемый куда-то скрылся. Сначала я не придал этому значения. Но он пробрался на кухню. И отравил торт. Виновен. Стоп. Ауч, это было больно. Мне тоже есть что сказать. Ну, говори. У меня есть алиби. Да, я вышел на кухню. Но не для того, чтобы отравить торт. Посмотрите запись с камеры видеонаблюдения. Я очень проголодался. И вышел на кухню, чтобы подкрепиться. И шерсть моя упала. Ведь каждый год после Хэллоуина наступает сезон Линьки Хаги-Ваги. Хорошо. Не виновен. Наконец-то. Я так вам и говорил. Живой. Спасибо, доктор. А кто же меня убил? Одним пациентом меньше. Кто же это может быть? Так, так, так. Скибиди туалет прячет что-то подозрительное под своим ободком. Что это? Ага. Костюм Человека-паука. Это самая настоящая улика, приятель. Это безобразие. О, нет. Туалет улечен. Флэшка потеряла сознание. На скамью подсудимых. Это недоразумение. Я не виновен. Наш подозреваемый скибиди унитаз. Можно побыстрее? Виновен. Отнюдь. Все было не так. Позвольте мне объяснить. Я всегда мечтал стать супергероем. Спайдерди унитазом. Если бы меня только упустил радиоактивный паук, я бы спасал всех девушек в беде. Помогите. Моя сумочка. Ты, познай мою суперсилу. Ура. Вау. Спайдерди унитаз. Ты мой герой. Так я мечтал быть героем. И вот я сижу на скамейке. Все такой же обычный унитаз. Но вот появился паук. Кусай, давай! К сожалению, это был обычный маленький бесполезный паучок. Но я решил его откормить. Я давал ему много крошек. И никогда не забывал про него. Хватит. Усами чую, ты лжешь. Ты хотел убить человека-паука. Я не верю, что ты выкормил паука в унитазе. Да, это полная несуразица. А зря. Я вызываю свидетеля. Что? Там паук. Ну что ж. Вот и разобрались. Кто же у нас остался? Ты? Я? Вы что, с ума сошли? Я его любила. Поговорим в суде. Это не я. Это они. Стоять. Как вы могли подумать, что это я? Что я пропустил? Ты? Милый, ты живой? Как ты могла? Я тебе доверял, а ты меня отравила. Что-то здесь не сходится. Если он тут, то где тогда? Молчать. Преступник он. Паук? Я? Да. И ты не паук. Пятно? Что это значит? Сидеть. Рассказывай, как все было. Бежать бесполезно. Говори, куда ты делал человека-паука. Ну ладно. Расскажу, так и быть. Я пришел к пауку домой. Кто там? Приветик. Но он был не очень рад меня видеть. Бедняжка. Ну ты и тяжелый. Сколько мук ты съел? Фу. А, точно. Портал. Потом я выбрал костюмчик по размеру. И забрал все его подарки. Эй, все ясно. А где настоящий Человек-паук? Вон там, в диване. Это точно виновен. Виновен. Фух. Вот и паук. Но кто обравил торт? Действительно. Я? Нет, это не я точно. Одну минутку. Надо снять отпечатки пальцев с баллончика отравы. Я сравню эти отпечатки и найду преступника. А вы все свободны. Покиньте место преступления. На выход. Мамя. Ага. Это она. Мамя. Это ты отравила паука. Да. Это сделала я. Потому что меня никто не пригласил на праздник. Все обо мне забыли. Да как можно было, как можно было не пригласить маме на праздник? Кстати, дорогой, ты не забыл, уже настал твой день рождения. А вас мы не приглашаем. Маме, маме. С днем рождения, Дэйв. Ненавижу дни рождения. Но хоть индейку попробую. Руки прочь, это для гостей. О, а вот и гости. Гости, гости, притащили свои кости. О, Хаги, приветик мой мохнатый друг. Как жизнь, бро? Не виделись сто лет. При... Ладно. Проходи на кухню, братишка. А, ну и ты тоже проходи. Присаживайтесь, дорогие гости, но стул всего один. Держи подарок. Это мне? Вау, что же там? Мама, лонглэксмия. Это жвачный шар. В нем слеплены жвачки с каждого уголка нашего города. Подожди. Вот теперь точно с каждого уголка. Держи мой подарок, Дэдди. Тебе тоже понравится. Ага, спасибо. С днем рождения, Дэдди. День рождения? А я без подарка. Так вот, такой шар был у меня в колледже. Ты видел цену на жвачке? Подвинься. Стань, Бан-Бан. Это мое место. С днем рождения, Дэдди. О, какой огромный подарок. Что там? Это золотое яйцо. Вау, это лучший подарок на свете. Поставлю его на самое почетное место. Что там за... О, Дэдди. Я просто хотел позвать тебя за стол. Идем скорее. Ну что ж, друзья. Время пожевать. Друзья, я на секундочку. Звонок по работе. Надо ответить. Ой, жвачка пошла не туда. Мне плохо. Тебе туда. Мне холодно. Пойду наброшу шубку. Ты уже в шубке? Все разошлись. Я один. А, неважно. Сам съем всю жвачку. А? Что случилось? Яйцо. Что произошло? Ты в порядке? Живот заболел. Яйцо. Его украли. Кто это сделал? Это она. Нет, он. Стоп. Я раскрою это дело. Не подглядывай в мои записи. Кыш. Проверим тебя на детекторе лжи. И ты расскажешь мне всю правду. Ну что, побеседуем, Хаги-Ваги. Признавайся, это ты украл туалетную бумагу? Нет. Ложь. Ладно, забирай ее обратно. Я так и знал. А теперь главный вопрос. Это ты украл золотое яйцо? Я? Нет, нет, не я. Ты говоришь правду. Проклятье. Но детектив Дэдди так просто не сдастся. Где ты был ровно в 15.05? Признавайся. Святая Кисси-Мисси. Идем, Дэдди, я тебе кое-что покажу. Смотри, у тебя есть камера наблюдения. И ты можешь сам посмотреть, что я делал в 15.05. Я разговаривал по телефону. Железное алиби. Итак, я точно знаю одно. Кто-то из присутствующих в этой комнате украл мое золотое яйцо и не признается. Но как же понять, кто это сделал? А, точно, есть самый действенный способ. Эни, Бенни, Рикитаки, Эус, Беус, Краснобеус, Бан. Бан-бан, ты украл мое яйцо. Нет, это был не я. Все указывает на то, что это был ты. Ты схватил яйцо и спрятал его в подушку. Конечно, куда же еще? Идеальное преступление. Фух, не подглядывай, Дэдди. Вот все и выяснилось. Это было просто. Итак, яйцо украл Бан-бан и спрятал его в подушке. Виновен по всем пунктам. Что? Нет. Хватит лгать, сеньор Помидор. Ты виновен, и я это докажу. Вот главная улика. В этой подушке Бан-бан спрятал яйцо. Что за подстава? Здесь пусто. Ладно, я где-то просчитался. Если это не Бан-бан и не Хаги-Ваги, то остается только один подозреваемый. И это Апилам. Что? Нет. Зачем мне красть свое собственное яйцо? Все просто. Ответ в этой папке. Ты, моя птичка, застраховала это золотое яйцо на миллион долларов. И вот твой коварный план. Самой выкрасть яйцо, получить компенсацию и стать самой богатой птицей на свете. О, наивная птичка. Дело почти раскрыто. Это была ты, Апила. Все сходится. Нет, это была не я. Леопардовая улика. Осталось только найти яйцо. И оно прямо в тумбочке. Нет. Ой, прямо в чемодане. Тоже нет. Тогда яйцо прямо в рюкзаке. Что? Как найти богатого цыпленка? Отдай сюда. Это личное. Ладно, версия с Апилой тоже отпадает. Что же я упустил? Кто тогда украл яйцо? Ответ где-то на поверхности. Давайте подумаем все вместе. Яйцо же не могло уйти само по себе. Хватит, сколько можно. Это не я. И не ты. Нам всем пора домой. Встаем и уходим, друзья. Секундочку. А что это за... Слишком много совпадений. Стоп! Все вернитесь. В нашем деле новый подозреваемый. И это Кисси Мисси. Кисси Мисси? А она тут при чем? Ага. Отличный вопрос. Она тут. Прямо внутри Хаги-Ваги. Далеко не убежишь, крошка. Твоя маскировка смыта, Кисси Мисси. Я подозревал это с самого начала. Что? Никому нельзя верить. О нет. Меня рассекретили. Гениальный детектив Дэдди Лонг Лэкс расскажет, как все было. Кисси Мисси захотела себе золотое яйцо. И они составили план вместе с Хаги-Ваги. Кисси перекрасилась в синий цвет. Потом она дала сигнал Хаги-Ваги по телефону, что все готово и можно начинать преступление. Пока синяя Кисси Мисси якобы говорила по телефону, настоящий Хаги-Ваги проник в гостиную и украл яйцо. Гениальный план, Кисси. Но все же он не такой гениальный, как я. А в подтверждение моих слов, вот и настоящий Хаги-Ваги. Приветики. Не может быть. Теперь ты уже ничего не украдешь. Я принесла жвачканат. Вовремя. Спасибо. А где же все гости? Все уже разошлись. Это долгая история. А это что? Это мои подарочки. Есть одна идея. Погнали, Дэдди. Я устал. Может, потом? Давай, не спорь. Сейчас все починим. Можно мне покемона? Одну минутку. Никому не двигаться. Это ограбление. Всем руки вверх. Вы кто? Он что, нас не узнает? Дурацкие маски. Так, понятнее. Отдавай сюда этого покемона. Приджик. Здесь нужна пушка побольше. А ну, полезай в мой покесос. Нет, нет, нет. Печу. Наша. А я заберу все эти покеболы. Ах, ах, ах. Ничего не оставлю. Давай скорее, мамни. Займемся готовкой. Смешаем всех покемонов и сварим покезелье. Займемся магией. Сварим, сварим покеболы. Есть у нас один проект. Чтобы получить в итоге... Потрясающий эффект. Покебол. Еще один. Остыть зелью не дадим. Заклинание века убийственное для человека. И варить. И варить. Покепунш. Не забудь добавить секрет. Жвачку, которую жуем сто лет. И варить. И варить. Покепунш. Покепунш. О, вот и он. Скорее открывай, посмотрим, что получилось. Приджик, наш покемонстр. А это что за покемон? Печу. Семисейдж. Геодуд. Зубац. И даже вонючка вайлплум. А вместе все это мульти-печу. Постойте, а где это я? Это твой новый дом. А мы твои мама и папа. А где мой добряк-продавец? Нам с ним было так весело. Вы не мои родители. Моя бедняжка Печу. Точно, я кое-что вспомнил. Мои старые покемоны. Наконец-то вы мне пригодились. Приветик. Вы хорошо сохранились. Идем. О да, моментальный отупляющий эффект. Мы ее обожаем. Вот так жуй хорошенько и слушай внимательно. Теперь мы твои родители. Теперь мы твои родители. Теперь вы мои родители. Все уяснила? Вот и прекрасно. А теперь посмотрим наше любимое шоу. Упс, я случайно. Дэдди, посмотри, кто там. Печу, сиди здесь. Здесь кто-то был. Инсенеруар, задай им жару. О, а это что еще за спичка на ножках? Ладно, давай сразимся, огонек. Катись. Что? И это все? Я даже не вспотел. О, ну вот, посмотри, на кого ты похож. Сгоришь на работе. Класс, поджарю зефирки. А что, удобненько. Ну все, пора тушить этот костер. Заело. А, ладно, и так сойдет. Алло. Алло, внучек? Бабушка Лонглэкс. Такое горе. Дедушки Лонглэкс больше нет с нами. Он умер. Что? Как умер? Оу. Печу, это я, привет. Побежали домой, у нас мало времени. Нет. Теперь они мои родители. Печу. Мью, уговори ее. А-а-а! О, нет, Мью. Ты была моим самым сильным покемоном. Что же теперь нас ждет? Теперь вас ждет Покесос. Эй, Огонек, давай, гори домой. И ты, кошка. Эй, а тебя чего не засасывает? Ты что за элитный покемон? Или моя техника снова барахлит? Дедди, руки длинные, а мозги короткие. Просто выгоним этого человечешка из дома. Пока-пока. И не возвращайся. Молодец, мами. Печу, за мной. Отдай сюда пушку. У нас еще много работы. Доставай, Покеболы, Дедди. Будем готовить новый Покепунш. Что вы делаете? Сейчас узнаешь. Давай, Покебол, малышка. Ах, 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 превосходно. Готово. Ух, горячо. Аккуратно. Что у нас получилось? О, прекрасно. Наш мультипечу стал еще сильнее. Присаживайся. Вот сюда, детка. Время выпить чашечку жвач-эспрессо. Я могу пить его целый день. Полностью поддерживаю. Я хочу есть. Съешь жвачку. Круглую жвачку. Длинную жвачку. Не хочу жвачку. Свалите. Оу, нам уже пора. Куда нам бежать? Спрячемся. Где эти жвачканутые? Думаете, я вас не найду? О, да. Она нас нашла. И что ты так смотришь? Эй, ты чего? Не надо. Поняла. Я убегу сама. Беги, мами. Беги. Мами, закрой дверь. Скорее прячемся. Давай, Дэдди. Она уже идет. Вот сюда, за лампу. Тут нас не видно. Она идет. Она идет. Где они? Спрятались в картине? Как банально. Она нас раскусила. А ну, вылезайте оттуда. Мы не твои родители. Бежим. Фу, какая безвкусица. Надо спасти печу, пока не поздно. Ауч, горячо. Я иду печу. Ауч. Ауч. Я уже слишком стар, чтоб так скакать. Печу, посмотри сюда. Я вызываю тебя, Геодуд. Сработало. А ну, все покемоны, возвращайтесь обратно в свои покеболы. Печу. Печу, ты вернулась. Я так скучал по тебе. Ну, все, нам пора в магазин. А этих чокнутых оставим здесь. Сами вы чокнуты. Лучше закроем дверь, чтобы они не вернулись. Как мне надоели эти покемоны и продавцы покемонов. Ничего, дорогой. Мы им еще отомстим. А пока что... О, я вижу новую жертву. Вон она. Вон она. А кто там плачет? Печу, иди сюда. Помоги мне. Эй, ты где? Покемончик в клетке. Теперь ты наш. Нет, помогите. Выпустите меня. Привет, Дэйди. Маме, любовь моя. Отличная работа. Выпустите меня. Мне страшно. Заноси сюда. Выкатывайся, мышь. Мамочки, где я? Что вы от меня хотите? Сейчас ты сам все увидишь. Наша презентация готова. Жилетка? Не просто жилетка, а электрожилетка. Понимаешь, юный желток, у нас очень длинные счета за электроэнергию. Почти как наши руки. Ну а теперь у нас есть ты. И мы больше никогда не будем платить за электричество. Бесплатная электроэнергия. Теперь ты наша ходячая розетка, детка. Мы можем делать все, что захотим. А ты будешь качать нам энергию. Гениальный план. Добро пожаловать домой, наш маленький генератор. Эй, почему все мигает? Печу, где наше электричество? Не отлынивай от работы. Я хочу есть. А, ты проголодался и разрядился. Ну конечно. Идем на кухню, покормим тебя. Давай быстрее печу. Вот, что у нас в меню. Жвачка высшего сорта. Но я не хочу жвачку. Не хочешь жвачку? Ладно. Сейчас мы приготовим что-нибудь другое. Ммм, жвачку или жвачку. Что же выбрать? Вот эту жевательную резинку. Приятного аппетита, малыш. Не нравится? Нет, я есть хочу. Почему у вас только жвачка? Кто-то спросил, почему у нас только жвачка? О, сейчас мы тебе все расскажем. А лучше споем. Жвачка, 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 наша любовь. Жмем эту жвачку вновь и вновь. Жвачка нам словно родная сестра. Жмем целый день с ночи до утра. Как мы жуем жвачку, Забываем все тревоги. Ведь жвачка так же тянет стол. Какаши, руки и ноги. Что же мне делать? Надо найти выход. Мне ничто не поможет. Покебол? Кажется, у меня есть идея. Отлично. Фух, ну и денек. Ты бы видел нашу маме крошки печу. Мне срочно нужна моя успокоительная жвачка. И мне кусочек жвачки. А чья это жвачка? О, точно это моя. Нет, моя. Нет, моя, отдай. Убери свои длинные руки, это моя. Я же говорю, моя жвачка. И больше не выходите оттуда.